Наша с вами задача сделать так, чтобы наши отдыхающие с нашей страны получили качественный отдых по адекватным ценам. И, конечно же, этот отдых должен быть безопасным. Давайте сделаем так, чтобы без паспорта безопасности ни одна гостиница, дом отдыха, турбаза не были допущены к фактическому приему отдыхающих. Это одна зависит. Вот паспорт безопасности нужен не для того, чтобы он просто был, или для того, чтобы мы от него отвязались от того иного объекта оказания грошных услуг, а то потому что жизненная необходимость. Жизненная необходимость еще точно. Глава Анапы Сергей Сергеев заявил о готовности отзывать паспорта безопасности через суд, если соответствующие требования будут нарушаться. Вопросы безопасности в приоритете. Арендаторы пляжей должны будут установить свыше 120 видеокамер, которые будут интегрированы в систему безопасный город. Она содержится на деньги из муниципального бюджета и реально помогает выявлять значительный объем правонарушений. 17 проездов на пляже закроют для свободного проезда. Нами совместно с ГИМС формированы мобильные группы, которые в летний сезон патрулируют акваторию с целью пресечения фактов незаконного проката маломерных судов. В жесткой позиции придерживаюсь в организации работы по выявлению и пресечению фактов нелегального производства и оборота алкогольной продукции. На постоянной основе ежедневные рейдовые мероприятия по объектам сферы проводят специалисты управления торговли. И дополнительно с 15 мая по 30 сентября мы формируем, и они уже начали работу, 35 мобильных групп из числа сотрудников администрации. В ближайшие пять месяцев регион будет жить в особом режиме. Это испытание для инфраструктуры, сказал губернатор. В Анапе и сельских населенных пунктах энергетики вложили в сети и подстанции порядка полутора миллиарда рублей. Кроме того, к нынешнему курортному сезону в городе заменили 78 километров сети водоснабжения и канализации. Такая модернизация проведена впервые за 40 лет. Резюмируя выступления, хотелось бы отметить, что значение еще имеет большой инженерно-инфраструктурный проект. Завершилось строительство на территории Анапы водовода в 1200 миллиметров. И это, конечно, позволит снизить вот те нагрузки, эти проблемы частично решить. Завершается строительство канализационного коллектора. И также, я думаю, что в этом году завершится строительство водовода Витязева. К сожалению, пока федеральная целевая программа завершает свою деятельность. Но мы получаем информацию от коллег фенералов, которые говорят, что в рамках новой с 2019 года реализованной программы мы также сможем участвовать в инженерных и инфраструктурных проектах. При этом Анапа была и остается главным детским курортом страны. По словам Сергея Сергеева, в шести ранее закрытых собственниками детских лагерях сегодня идет ремонт. Их планируют открыть к следующему сезону. Пока в городе-курорте действует 37 детских здравниц. Каждый прикомандирован врач-педиатр. В детской больнице к лету откроют второй приемный покой. Медики перейдут на 12-часовой рабочий день. Глава города озвучил рекомендации специалистов запретить использование розеток в жилых комнатах детских лагерей. Вывод сделан из событий прошлого года, когда произошел пожар в одной из детских здравниц. Причиной стало неисправное зарядное устройство для мобильного телефона. Счастью, обошлось без жертв. Губернатор отметил особую важность организации детского отдыха. Группами или родителями на побережье приедут более 700 тысяч детей. В целом турпоток ожидается на уровне прошлого года.